добрый день дорогие друзья вы на телеканале тонн тв программа тема дня меня зовут александр вальдман гормогласные заявления и политиков и военных разных стран мира о разгроме боевиков исламского государства в сирии ираке тем не менее оставляют ну как обычно в подобных ситуациях без ответа один и тот же вопрос а куда делась как принято говорить золото партии куда делась золото террористов вот разобраться в этом нам сегодня поможет известный российский политолог андрей сиренко андрей рад вас приветствовать добрый день александр добрый день рад вас прессы андрей террористическое деятельность деятельности исламского государства в сирии ираке до собственно других точках мира мы все это прекрасно понимаем не могла осуществляться на общественных началах или на голом энтузиазме даже при условии что все исповедуют там ислам все участники этого мероприятия иными словами за идею работать никто не готов а с чего началось скажем так финансовое благоденствие это организация на чем она строилась именно с финансовой точки зрения не идеологически вот этот вопрос уже скажем так он большей степени исторически на хотя хотя он имеет практическое измерение потому что появление подобных проектов я думаю вроде исламского государства там может быть менее масштабных но она вполне вероятный поэтому смысле тема уже как бы историческое но все-таки с существенным таким практическим измерением я думаю что до сих пор сегодня многие там спецслужбы или аналитические центры они вот эту проблему финансового финансовой состоятельности финансовый финансовой успешности исламского государства нет проблему изучают насколько вот если мы коротко об этом скажем есть вещи уже известные достаточно много эта информация же публиковалась о том что вот первыми источниками доходов игил в период расцвета это были там и торговли нефтью торговли артефактами и и работорговли и захват наличности человеческими органами насколько я знаю тоже да это был уже так скажем так период расцвета этого этого проекта а в самом начале когда только начинал свой большой поход то конечно там было несколько основных источников финансирования конечно пожертвования безусловно в исламское государство и в этот проект еще со времен основателя скажем так этого проекта азаркави активно вкладывались некоторые арабские спонсоры затем конечно безусловно это криминальные деньги криминальный капитал потому что то есть это ограбление похищение людей вот эти вещи они скажем на на стыке бандитизма и джихадизма они всегда работали и работают до сих пор не случайно там в целом ряде своих инструкций джихадистские эмиссары которые рекомендуют тот же русскоязычный допустим публики русскоязычным потенциальным сторонникам у себя на родине создавать некий джемат и некий подпольные организации не рекомендуют брать пример с криминальных организаций не скрывает это абсолютно абсолютно цинично это говорят что связь скажем так система организации джихадистского подполья и бандитского подполья криминального подполья она очень похожа равно как и методы достижения получения прибыли этими организациями то есть торговля наркотиками рэкет, бандитизм, ограбление, кражи, похищение людей, вымогательство и так далее. То есть, классический набор криминальных группировок, который характеризуется в деятельности криминальных группировок, он на самом деле на заре становления джихадистских организаций тот же самый. В то, что касается особенностей исламского государства, которое существовало на территории Ирака и Сирии, то, конечно, здесь очень важен элемент контрабандной, трансграничной измерения этого проекта. Точно так же, как, допустим, афганского Талибана, который тоже возник вдоль границ. Обратите внимание, вот эти все джихадистские проекты, они возникают, формируются, укрепляются и существуют как раз вдоль трансграничных линий. В Афганистане это Афганистан и Пакистан, на ближнем востоке это Сирия и Ирак. Сейчас ИГИЛ пытается укрепиться на Синае вдоль границы с палестинской автономией Израиля, или в Египте, вот эти пограничные рубежи. То есть джихадисты любят вот эти норы, приграничные норы, в которых, на самом деле, удобно прятаться, и с территорией, в которых удобно совершать нападение. Кстати, в том же Синае, допустим, вот те боевики исламского государства, которые пытаются там закрепиться, они, кстати, не без успеха, и которые пытаются на свою сторону перевернувать значительную часть боевиков Хамас, они, на самом деле, вот в период своего становления, то есть примерно там года полтора назад, очень активно осваивали, вот пытались взаимодействовать с местными племенами, которые осуществляют достаточно масштабную и уже долголетнюю контрабандную торговлю. Потом у них возникли, скажем так, мировоззренческие споры, джихадистам стало не нравиться то, что эти племена экспортируют сигареты, спиртное и так далее, что не соответствует шариату. И вот эти конфликты перевели к тому, что местные племена, на самом деле, которые занимались приграничной контрабандной, поначалу смотрели на этих джихадистов ИГИЛ, как, в принципе, ну, на возможных партнеров с точки зрения бизнеса, потом стали активно содействовать правительству или пытаться содействовать правительству в борьбе с ними. Но, еще раз повторюсь, вот подобного рода проекты, они очень любят липнуть к границам, прилипать к границам. И, на самом деле, в основе вот этой джихадистской экономики лежит, конечно, контрабандная криминальная экономика. То есть тот же афганский талибан, допустим, он создавался и поддерживался при активном участии транспортной мафии, которая занималась перевозками через границы между Афганистаном и Пакистаном. Первые спонсоры афганского талибана, ну, помимо, скажем так, людей, которые делали пожертвования, это были как раз транспортная мафия, которая вот занималась вот этим увлекательным бизнесом и, на самом деле, рассматривала талибов как людей, способных гарантировать безопасность этого бизнеса и его прикрытие. Точно так же исламское государство в Сирии и в Ираке, оно, на самом деле, активно взаимодействовало с местными племенами, которые в той же провинции Анбар, допустим, в Ираке, занимались трансграничной контрабандой, начиная от торговли оружием, неважно кому, неважно в чью пользу, в чьих интересах, и заканчивая торговлей наркотиками, переброской различных контрабандных товаров и так далее. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что если мы будем говорить о начальной стадии формирования джихадистского проекта ИГИЛ в Сирии и в Раке, то, скажем так, это джихадистская идеология плюс контрабандная торговля и криминальный бизнес. Вот это главный классический криминальный бизнес во всем бандитско-преступном измерении. Поэтому, потом, когда это государство встало на ноги, и оно смогло зарабатывать очень хорошие, по некоторым оценкам огромные деньги, там называют разные цифры, да, до 3 миллионов долларов в год. Да, вот об этом, как раз, Андрей, мой следующий вопрос. По некоторым оценкам они зарабатывали до 3 миллионов долларов в день. Деньги совсем неплохие. Эти деньги не могли рассосаться вот так вот на часе, они не могли заплатить все эти деньги семьям боевиков, там, на зарплаты, на социальные какие-то выплаты и прочее-прочее. Где они? Куда они вложили это все? Ведь сегодня это, как я понимаю, их же спящий капитал. Вы абсолютно правильно сформулировали вот это явление, спящий капитал, да? Это в развитии спящих жемхатов или спящих джихадистских ячеек, да? Согласен, мне очень нравится эта формула. Я думаю, что вот сегодня эта проблема номер один, на самом деле, должна быть для людей, которые занимаются противодействием исландскому государству и поиском каких-то механизмов для того, чтобы, ну, если совсем уж не помешать реанимации джихадистского проекта ИГИЛ, я думаю, к сожалению, это маловероятно. Боюсь, что все-таки в Ираке, на востоке Сирии, вероятность возрождения исламского государства в том или ином виде очень серьезная, очень велика. И думаю, что вещи об этом мы сможем наблюдать в ближайшие несколько лет. Особенно, если американцы на самом деле уйдут из Сирии и сократят свое присутствие в Ираке. Думаю, что вероятность возрождения ИГИЛ в том или ином виде будет очень серьезной, и к этому возвращению сами джихадисты уже готовятся. Так вот, вот эти деньги, которые были заработаны исламским государством, я считаю, что они на самом деле не были потрачены в полной мере. Конечно, они тратились на подпольную армию, армию амнията, которая сегодня, собственно говоря, проявляет себя в Ираке, в первую очередь, в этих постоянно растущих количествах атак на территории целого ряда иракских провинций, включая Багдад. И поэтому, на самом деле, вот эти деньги, конечно, они сегодня тратятся не только на конкретную террористическую деятельность, на покупку оружия, боеприпасов, подкуп источников информации среди государственных чиновников и так далее. То, чем всегда ИГИЛ был силен, да, сбором информации в самой разной среде. Но я могу судить по той информации, которая у меня есть. Она далеко не полная, скажем так, отрывочная вещь. Все-таки возможности там журналиста или политического эксперта, они несопоставимы с возможностями спецслужб. Я, кстати, думаю, что одна из самых сильных, а может быть, самая сильная в мире израильская разведка могла бы больше гораздо ее сотрудники рассказать, чем я на эту тему, потому что думаю, что у ваших силовиков есть одна из чего-то более подробная информация. Другое дело, захотят мне игилицы или нет. Но думаю, надеюсь, что она у них есть. Поэтому то, что известно мне, это то, что значительную часть вот этих денег, которые ИГИЛ зарабатывал в 13-15-х годах, уже тогда лидеры халифатов вкладывали в коммерческие проекты за пределами зоны боевых действий. Насколько мне известно, в Арабские Эмираты, Дубай был одним из таких, скажем так, центров притяжения. Безусловно, это не значит, что там деньги приходили, не знаю, по платежке или по квитанции, что они пришли из халифата. Они отмывались, они проходили целый ряд, целый этап отмывов, отмывочных операций проводилось. Опять же, в классическом криминальном стиле, как способ отмыть наличность. И потом они вкладывались в строительный бизнес, в банковский сектор, в операции недвижимость. С недвижимостью осуществлялись сделки с покупкой не просто квартир, а серьезных домов, которые можно сдавать под офисные помещения, которые приносят уже доход, уже независимо, скажем, абсолютно не криминальный, абсолютно не криминальный доход. Но, кстати говоря, если мы посмотрим, почитаем историю мафии в любой стране, да, примерно так и действует. То есть сначала криминальным путем зарабатывался первоначальный капитал, затем он вкладывался в более респектабельный и в конце концов приносил уже прибыль, как совершенно легальный белый бизнес. По моей информации, некоторые деньги были вложены в покупку, в компании, которые занимаются транспортными услугами, в том числе авиаперевозками. Пока не хочу называть никакие названия, но вот какие-то бренды, да, но по моей информации, в том числе в Европе, есть некоторые, скажем так, компании, которые занимаются чартерными перевозками, авиационными перевозками, и которые владельцы, которые, вовремя, как арендаторы, или там, скажем, подрядчики, которые сегодня владеют этой компанией, даже понятия не имеют, откуда на самом деле были сделаны первоначальные взносы в становлении этих бизнес-структур, и эти компании были куплены джихадистскими бизнесменами. Андрей, еще один вопрос, который меня интересует, но это на фоне скандала с российским сенатором Арашуковым. Вопрос связан с коррупцией. Существует ли коррупция в рядах ИГИЛ, или вопрос сам по себе неуместен, потому что там страх смерти превышает подобного рода нарушения более чем существенно? Ну, скажем так, в период расцвета Исламского государства, конечно, никакой там коррупции не было, потому что проблема с коррупционерами, взяточниками и ворами решалась очень быстро в соответствии с шариатской интерпретацией именно в такферийской и ИГИЛовской форме. То есть, все очень быстро. Человек, который бы попался на таком жульничестве, там, не знаю, на крысяничестве, как принято говорить, в этой среде, но он долго бы не прожил. И он долго не проживал. Поэтому, я думаю, желающих заниматься таким неблагодарным занятием, как воровство халифатской казны, но, наверное, таких было не очень много, и они очень быстро заканчивали свой земной путь. Есть информация о том, что когда уже халифат начал обрушиваться, обваливаться, некоторые предприимчивые джихадисты, поняв, что все-таки гуриям не очень хочется в райские сады, а хотелось бы пожить еще немножко, и они прихватывали с собой джихадистскую казну, например, средство, которое предполагалось потратить на выплаты жалования боевика. Кстати говоря, как непродоксально, вот в этом увлекательном занятии, связанном с воровством джихадистских денег, замешаны, скажем так, наши бывшие соотечественники, люди, представляющие республики постсоветского пространства. Насколько я знаю, что одно из таких крупнейших похищений было совершено казахскими джихадистами, которые сначала уехали из Казахстана на Ближний Восток воевать за джихад, но потом решили сбежать от этого неблагодарного занятия, прихватив с собой джихадистскую казну. Насколько я знаю, ребят не поймали. Поэтому сейчас... Но это был опять же тот случай, когда вот это все обвалилось, когда можно было в ситуации нестабильности попробовать что-то урвать. Думаю, что это были все-таки единичные случаи. И вот те люди, которые сейчас остались и воюют за халифаты, которые сегодня рассчитывают на возрождение этого проекта, я думаю, что это люди как раз, конечно, очень практичные. Для них, безусловно, халифаты, это в том числе и бизнес-проект, конечно же, бизнес-проект. То есть там люди, которые, скажем так, не торопятся умирать, не торопятся совершать операции самоубийства и так далее, у которых другие политические, соответственно, экономические планы. Я думаю, что, конечно, вот в значительной степени вот перспектива возрождения халифата в той или иной форме попытка вот игиловского реванша, она будет связана не только с тем количеством, не знаю, боевиков, которых удастся завербовать, а это, кстати, тоже деньги, как вы правильно заметили, не только с количеством, с известным количеством сторонников, которые необходимы для совершения подобного рода политических проектов, но это будет зависеть еще от финансовых возможностей халифата. Поэтому если сейчас спецслужбы целого ряда стран региона и в том числе крупные державы, которые не очень хотели бы, чтобы халифат на самом деле вернулся на Ближневосточную землю, если они не предпримут сегодня усилили для того, чтобы обрубить вот эти связи, которые остаются, вот эти золотые нити, которые остаются в руках архитекторов халифатского проекта, ну, думаю, что потом все это будет гораздо сложнее сделать. Потом за все придется платить кровью. Если сейчас не обрубить финансовую подпитку для джихадистов, потом это придется отбивать уже кровью живых солдат, живых людей, которые будут с этим бороться. Андрей, огромное спасибо за очень интересный рассказ, спасибо за интереснейшую информацию, спасибо, всего самого доброго, успехов и до новых встреч в эфире. До свидания. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.